Эмоции Что такое эмоции и как они работают? Эмоции бывают болезненными, поэтому мы часто избегаем их. Зачем тогда вообще о них думать? Эмоции дают нам ценную информацию о том, полезно ли для нас то, что происходит. Эмоции помогают нам выживать, обеспечивая быструю и эффективную автоматическую реакцию в важных ситуациях. Эмоции позволяют нам формировать отношения к людям, жизненным ситуациям и вызовам. Эмоции сигнализируют нам о потребностях, а когда мы знаем потребности, мы можем их удовлетворять. Эмоции также подсказывают нам, что мы чувствуем. Наши эмоциональные реакции формируются через опыт. Накопленный негативный опыт иногда может превращаться в одно большое страшное чувство внутри. Многие эмоциональные реакции сформировались у нас давно. Поэтому иногда наша черная тень может напоминать нам того, кто ранил нас в прошлом. Но эмоциональные реакции могут меняться на протяжении всей жизни. Для начала нужно разобраться, что такое эмоции. Существует несколько базовых эмоций. Одни побуждают к действию, другие наоборот тормозят. Базовые эмоции — это стыд, страх, грусть, гнев, отвращение, радость и удивление или интерес. Неприятных эмоций больше, чем приятных. Неудивительно, что мы так часто страдаем. Все потому, что неприятные эмоции помогают нам выжить. Неприятные эмоции часто усиливаются, когда мы боремся с ними. И если позволить чувствам просто быть, то они переживаются легче. Мы можем испытывать и выражать очень много разных чувств. Безнадежность, раздражение, тревогу и возбуждение, одиночество, смущение и подозрительность, удовлетворение и другие. Все эти чувства возникают на основе базовых эмоций. Так, например, в основе подозрительности лежит страх, а в основе одиночества — грусть. Дальше все становится чуть сложнее. Эмоции не всегда служат надежным источником информации для нас и нашего окружения. Иногда мы подделываем эмоции, чтобы получить желаемое. или скрываем свои настоящие чувства под видом других. Если мы ведем себя вот так, когда на самом деле чувствуем себя так, и нуждаемся в сострадании и утешении, то мы в результате отталкиваем людей. Но если кто-то проявит достаточно поддержки, терпения и интереса, чтобы понять нас, то мы можем осознать, что чувствуем грусть, и получить то, что нам нужно, чтобы справиться с болью. Бывает и такое, что наши настоящие эмоции ломаются и доставляют нам массу проблем. Если в детстве мы часто испытывали страх, мы можем сохранить глубинное чувство страха во взрослом возрасте и чрезмерно защищаться, чтобы больше никто не смог причинить нам вред. Каждый, кто пережил жестокость в детстве, остро нуждается в чувстве безопасности, и человеке, который бы любил его и был рядом, и гиперзащита никак нам в этом не помогает. Мы можем сказать или показать тому, кому доверяем, что нам страшно. Мы можем открыться чувству страха и прислушаться к нему, вместо того, чтобы игнорировать или скрывать. Тогда страх станет более управляемым. Справиться со страхом нам также могут помочь самосострадание и ассертивный гнев. Мы можем постоять за себя, не отталкивая людей. Мы можем справиться с критикой, несмотря на то, что она ранит. И можем пойти на риск и близость, несмотря на страх, что нам снова сделают больно. Когда мы осознаем и не подавляем наши настоящие, пусть и очень болезненные эмоции, нам становится легче. Истинные эмоции помогают нам получить то, что по-настоящему нужно от себя и окружающих. Когда застарелые чувства уступают место новым свежим эмоциям, нам становится легче жить. Когда эмоции помогают нам получать желаемое, мы учимся доверять им. Чтобы изменить застарелые и недостоверные эмоции, нам нужно научиться обращать внимание на эмоции, относиться к эмоциям с интересом и терпением, говорить о своих настоящих эмоциях и показывать их, быть готовыми испытать весь спектр эмоций и менять эмоции при помощи эмоций. Добиться этого гораздо проще, заручившись эмпатией и поддержкой другого человека. Места для ссылочек, места для ссылочек на видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok